Ну что, православное, с крещением? Гриш, как в купеле-то было? Ну, в купеле, наверное, хорошо. Я там не был. Ты не был в купеле? Не был. Да, это даже обсуждать не стоит. Впрочем, поговорим на троих. Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа на троих телеканала Юрган. Сегодня 19 января 2013 года. Всех с наступившим Новым Годом. И в самом начале этой программы выяснилось, что все-таки Григорий Иванович Пичак в купеле-то не бывал. Нет, я в купеле бывал. Сегодня я не бывал. А так и вообще и в Иордане, кто вообще купался. Как ощущения? Ну, мне вообще повезло купаться как-то однажды на ВМИ при факелахе минус 28 с ветром. Так. Ну, жестко, должен сказать вообще. Это жестко. Тем более, учитывая высокий берег, после этого еще прилипая ногами. Гриша, о погоде понятно, а вот внутренние ощущения как? Нет, но это всегда хорошо. Это всегда хорошо. Вот мы хотим пожелать всем нашим телезрителям, чтобы весь год вот так прошел хорошо. К слову говоря, и новости такие интересные начинают нас окружать в начале года. Это приятно. Ну, вот новость, которую в начале хотелось бы озвучить. Вот в Эжинском районе Сыктывкара и сельском поселении Пашга появились новые плакаты. В общем, суть плакатов в том, что людей призывают беречь природу. Я, когда эту новость прочитал, вот знаете, я брал. Ну, наконец-то. Вот большие плакаты. Едешь везде на машине, везде. Осторожно, там, не бросай бумажки и так далее. Наверное, идея хорошая. Я хотел бы показать один из плакатов. Сейчас вы увидите их, дорогие друзья, который появился. Ага, вот этот плакат. Вот, обратите внимание, вот такой медведь. И надписи о том, что не загрязняй, учите детей хорошим манерам, по-моему, выбрасывают ребенка. Да? Вместе с мусором. Это конкурс. Значит, если у вас есть идея, вы эту идею направляете по литурной почте. И из вашего слогана, какой-то фразы, делают, значит, плакат. Вообще, сама идея. Неплохая ведь, Лен? Идея неплохая, хоть я и не Лена. Вот, идея неплохая, но, на самом деле, мне кажется, здесь вот есть один громадный минус, в том, что в одной нише они пытаются все это в плакатах. Вообще, работа должна быть в разных нишах, как бы, общественного сознания, да? И на телевидении, и на радио, и, может быть, это были бы, ну, скажем, магнитики, почему нет там, да? И так далее. А еще урны, урны, урны везде. Да. И это становится немножко, ну, опять похоже на какую-то компанейщину. И меня очень смущает способ прикрепления этих плакатов. Они маленькие. Они маленькие, причем они вот так тупенько прикручены к столбам. То есть мы учим детей не бросать мусор, в то же время мы их не привлечем к прекрасному. Если уже делать плакаты, значит, они должны быть сделаны и установлены эстетично. То есть это тоже очень похоже на тот вариант, когда табличку с надписью «Не рубите лес», вот, соткай гвоздем, прибивай гвоздем, да. Немножко обожгли дерево, чтобы это было красиво. Кожу сняли, да. Да. Но, знаете, в Советском Союзе-то были подобные ведь? Вот эти плакаты связаны с природой. Нет, они ведь и до сих пор есть. Берегите лес от пожара, едешь они там, то есть они выскакивают на дорогу. Нет, да, опять чувство меры. Это никуда не делается. Опять чувство меры, да, то есть... А вы знаете, я бы вот чем бы «опгрейдил», хорошее слово, эту идею, пускай люди, да, хорошее очень русское слово «опгрейдил», yes. Хотелось бы, чтобы люди придумывали сами плакаты. И вот в своем исполнении вот каком-то, ну, немножечко так скажем, художники их обработают как-то каким-то образом, вот они были не вот таком вот каком-то очень графическом, очень лаконичном, а вот немножко души добавить туда все-таки. Соцреализма немножко. Может быть, соцкап реализма. Ну, я бы даже пошел тогда в какие-нибудь скульптурные группы, берегите природу. Денька, давайте представим, какая скульптурная перформанс. Нет, опять-таки урну можно истатизировать. Сценические постановки, на дорогах, да. Хорошо, тогда представим себе секунду, что вы участник этого конкурса. Я лучше в жюри войду, можно я в жюри войду? Так, нечестно, в жюри уже я. Писатель. Писатель, поэт. Пишите. Поэт. В Германии было признано стихи Григория Спечака лучшими на конкурсе. И так? Не самыми лучшими. Не самыми лучшими. Он и плохо прочитал просто. Не сумел подать. Гриша, давай так. Наверное, ты не уйдешь к передаче. Не самыми худшими. Гриша, скажи, пожалуйста, какую бы фразу ты добавил туда, на вот эти плакаты? Какая должна быть фраза, на твой взгляд, которая бы била в самую точку? Я как-то в интернете видел, не будь свиньей, и очень это просто, очень просто. Или, так сказать, соседи, имейте совесть, выбрасывайте мусор в соседний двор, а не на мой балкон. Подпись, Печак. Нет, подпись не надо. Это народное творчество. Ничего только, кстати, из народного творчества в интернете не увидишь. Я, например, очень рада, что школьникам на этой неделе перекрыли доступ к некоторым сайтам. Министерство образования все-таки методично этим занималось, и вот мы пришли к какому-то результату с этой недели в штатном режиме работать система контентной фильтрации. То есть все компьютеры, которые установлены в школах и подключены к интернету, теперь, ну, видимо, заблокированы в сторону определенных сайтов. Это ведь на самом деле уже давно пора. Но, с другой стороны, мне кажется, что из школы-то особенно туда никто ведь и не выходил. Потому что ты же не полезешь, бог знает куда, когда у тебя за спиной учитель ходит. Ну, вообще, если у тебя учитель ходит, я скажу так. Во-вторых, они часто работают на местах, это сейчас наличие компьютера обычное дело. Но, насколько я знаю, ведь у нас не только есть региональная фильтрация какая-то, то есть всероссийская фильтрация по доступу именно на сайт, и для школ имеется в виду. Есть несколько ступеней защиты по этому поводу. На мой взгляд, это неплохо, конечно. Но, с другой стороны, так попахивают полумерой. Ну, предположим, если захотел ученик... Ну, здесь сейчас любая мера будет полумерой. Здесь сейчас любая мера будет полумерой. Потому что, это же океан, да? Что такое интервью, это океан. Другое дело, что... Мне вот одно любопытно. Это опять наше изобретение, или это, сомсилизали у китайцев? У китайцев и тоже ограничения есть. А почему тебе это любопытно? Вы знаете, мне все равно. Нет, нет, объясню почему. Потому что у них-то это напрямую связано вообще уже, в том числе, и с жесткой цензурой. Если эти механизмы сейчас работают против школ, для начала, так сказать, потом дальше могут быть механизмы вообще, как бы, блокирование целых групп, целых, не знаю, ну, целых контентов, да? Могут быть блокированы. Во всех случаях, Лена, а есть у тебя список подобных сайтов, которые там заблокированы, или не запускают, и так далее? Вообще, что блокируется? Слушай, я думаю, что, ну, это порно-сайты. Я думаю, прежде всего... Что связано с насилием, социализмом, социализмом. Суицидные сайты, и так далее. То есть список, он все время расширяется, пополняется. Есть черные, белые сайты. Я думаю, здесь, здесь как раз все однозначно. Здесь даже, это не предмет обсуждения. Потому что очевидно, от чего детей нужно ограждать. Как вы думаете, вот должно ли быть здесь сочетание нескольких, ну, скажем, школьной заботы и родительской заботы? В данном случае помощи, или нет? Ну, об этом ведь давно... Или это дело школы? Давно уже об этом дискуссия идет, и тоже дискуссия, в нее вовлечены все. И провайдеры, и силовики, и общественность, да? Потому что все говорят, что да, конечно, мы перекроем в школах. А, извините, а если у вас дома Бог знает что? Я думаю, что многие родители до сих пор и не знают о том, что есть вот такая вот фильтрация в школах. А мне вот интересно, а дома можно такие фильтры поставить? Ну, наверное, будут. Да, конечно. Но тут главное даже вот что, появляется предмет, появляется мем такой, да, появляется повод для разговора о своего рода лосманской карте такой для родителей. Где в интернете опасно, где не опасно, где есть опасные глубины какие-то там, да, или какие-то особые темы. Вообще, появляется география интернета, и она появляется в сознании родителей, а не просто вот слепых пользователей, которые заходят, и сейчас в контакте видишь, что все что угодно увидишь. И насилие, и суицид, и так далее. Но, видимо, целому поколению, так сказать, потребуется выработка какой-то этики, или даже вот этого вот культурного чутья. Вот это вот, вот это полезная группа, блок информации, а это шлак. Вот это вот, сейчас ведь очень трудно не получить информацию. Сегодня школьник получает, сегодня пятиклассник получает информацию больше, чем президент Суниверситета в Америке 20 лет назад, как-то кто-то сказал, да. Вот, а вот внутреннего Яндекса, внутреннего Гугла нет, внутренних поисковых систем, что тебе нужно, что для тебя полезно, что не полезно. Как это усложняет все-таки воспитательный процесс, я бы сказала? Да, конечно. Как это усложняет родительские функции? Вопрос-то в другом заключается, что, может быть, дети не знают об этой проблеме, которые есть, но задача взрослых как раз и направить в эту ситуацию. Ну, я вот разговаривал с одним молодым человеком, который сказал, в случае, если подобная ситуация возникнет, ну, говорит, если я захочу зайти на какой-то сайт, будучи в школе, я это сделаю со своего телефона. Сейчас это можно сделать с помощью собственных средств. Но, тем не менее, то, что это работа начата, родители должны об этом знать, что эта работа сейчас в школах проводится очень серьезная, и поддержать, безусловно, здесь школы. Потому что интернет не только средства информации, все, она распространения, извините, средства распространения всякой дряни. И в неокрепшие детские умы, попадая туда, неизвестно, какой результат даст. К слову говоря, конечно, затем надо будет следить и контролировать, потому что может возникнуть ситуация, подобная тому, что сейчас происходит с некоторыми лекарствами. Да, мы знаем, что где-то год назад, по-моему, запретили кодеиносодержащие препараты, чтобы они не делали всякую гадость, там, крокодилы, всякие дезаморфины. Запрещено их продавать, эти лекарства, насколько я знаю, без рецептов. Да, недавно проводились проверки и выяснили, что можно эти лекарства покупать без рецептов. Наш корреспондент делал сюжет на телеканале Юрбан Новостях и с помощью волонтера доказал, что это можно сделать. Я попрошу сейчас нашего режиссера показать кусочек из этого сюжета. Направлен был волонтер в аптеку за кодеиносодержащим препаратом. Посмотрите, что произошло. Здравствуйте, можно месси Дальгин? Сколько он стоит у вас? 150 рублей, 25. Все. Человеку был продан за 150 рублей, 20 копеек Сидалгин. Это гадринно-содержащий препарат, который может стать частью наркотического средства. Вот, объясните мне простую вещь. Закон есть, это аптеки, это не из-под полы торгуются. Наверняка многие узнали эту аптеку в Сыктывкаре. И выясняется, что этот человек, который продал, он знает о том, что это запрещено. Что это? Она может не знать, что нужно по рецепту подавать? Теоретически может, может забыть последнее. Потому что очень молодой голос я слышу просто у аптек. Я думаю, что есть тут две проблемы. Проблема номер один. Сейчас в аптеках больше, чем когда-либо людей без профильного образования. Все меньше и меньше. Вообще, есть кадровый голод на фармацевтов, провизоров и так далее. Может быть, потому что аптек стало слишком много? И аптек стало много, да. И, к сожалению, был период, когда эту кадровую проблему несколько запустили. Сейчас ее пытаются выравнивать. И даже целевые места появились. Но все равно потребуется 4-5 лет, пока не появится свежая кровь. И, конечно, появляются продавцы, которые, мягко говоря, не совсем выполняют условия продаж, скажем так, или правила продаж. Это одна проблема. Вторая проблема. Все-таки такие явления штучные. Все-таки они штучные. Года полтора, на моей памяти, уже наркоконтроль в режиме онлайн. Отслеживает движение лекарственных средств в аптеках. В режиме онлайн. И стоит произойти вспышки продаж в какой-то точке больше обычной нормы, ну, как минимум, проверка моментально в тот же день. Ну, вот сейчас наркоконтроль, кстати, отчитывался за праздничные дни. И они изъяли в 24 точках рецепты, чтобы проверить их на подлинность. И? Результатов пока нет, еще не обнародовали. То есть это еще один из способов, получать поддельные рецепты, получается. Но плюс, что меня порадовало в этой ситуации, что наркоконтроль говорит о снижении количества дезаморфиновых притонов, все-таки. И это, я думаю, следствие. Безусловно, да. И что сам дезаморфин после этого подорожал в 4-5 раз. Поэтому он становится невыгодным. Менее доступен. И невыгодным. Нет, он не выгоден. Здесь тоже без общественности, без людей не обойтись. Ведь наверняка, дорогие друзья, многие из вас знают о том, что действительно запрещены продажи просто так, запросто, кодейные содержащие препараты. Но почему, если вы находитесь в аптеке рядом, человеку просто без рецепта дают, дайте там, сиэлогин какой-то еще, лекарство дают. Ну почему не сказать по этому поводу? А здесь, как правило, стоящий в очереди может тоже не знать. Мы же не знаем списка этих препаратов. Здесь труднее проявлять. А второе, аптека территория деликатная. Что я бы существенно... Лезть комментариями в здоровье или в потребности человека стоящего рядом. Вот здесь сложнее. И знаете, если подвестись, да, то по большому счету, на мой взгляд, безусловно, давно наздевшие решения по поводу кодейных содержащих, это говорили уже много лет, я помню, много лет, наконец-то принято было решение. Но сейчас требуется контроль. И хорошо, что вернулись к этому вопросу. А как результат? А вот оказывается, как? То есть есть еще проблемы и такие, такие, такие. Здесь-то как раз контроль работает. Вот с этими вещами более-менее, как я понимаю, контроль срабатывает. Ну, есть инструкция. Во всяком случае, его можно наладить. Да, конечно. И понятно, как это сделать. Безусловно, да. А вот о чем думают депутаты Госдумы, когда вводят такие, так сказать, драконовские ограничения на сигареты, на курение в разных местах, штрафы и так далее. Как? О чем думают? О здоровье нации? Да не думают они о здоровье нации. Потому что на самом деле сейчас, это будет, знаете что, это будет падение ВВП, я вас уверяю. На перекур тратилось 3 минуты, будет тратиться 8 минут. Люди будут выбегать на холод, да, будут, так сказать, простывать. У курильщики-то так, а? Да. Значит, будут больничные. Но дело, так сказать, даже вообще не в этом. Ведь сами депутаты проговаривают, что фискальная система нет, так сказать, способной все это проконтролировать. О чем речь? Друзья, вот этот эмоциональный всплеск писателя, публичности, гуманитария, значит, Григория Спичака, связан со следующим. Депутаты Государственной Думы намерены серьезно ужесточить борьбу с курением. Таким образом, сейчас будет запрещено курение в офисах, на автобусных остановках, кафе, в ресторанах, везде. То есть, практически на пляжах и так далее. Поэтому, курильщик со стажем, что, безусловно, заметно, Григорий Иванович Спичак категорически воспрял по поводу этого всего. Мало того, в настоящее время уже установлена сумма штрафа. Сейчас у нас есть штраф только в поезде. Там какие-то копейки. Копейки, за то, что ты в поезде куришь, да, РЖД, это идет на пользу РЖД. Сейчас, если ты будешь в офисе, да, если ты в офисе закуришь, Григорий Иванович Спичак, то вы получите штраф в 3000 рублей. Что здесь плохого, я не понимаю. Какое ВВП, о чем вы говорите? У нас каждый год в России умирает 300 до 400 тысяч человек от болезней, связанных с курением. Это очень спорный вопрос. Мы не считали, сколько погибают от электромагнитных, так сказать, облучений, от этих вот всяких электроприборов и так далее. Почему не обкладываются штрафами машины, которые коптят, пыхтят и так далее? Почему не обкладываются штрафами те производства, которые намажут клеем, да, проведут ремонты, и люди травятся химией, сидят в офисах, в том числе и вы, кстати, в ваших офисах? Это еще надо проверить, насколько вредные или невредные вещества, краски, клейки. Да, что нужно проверить, началось. Григорий Иванович, вы знаете, что мы дождемся, когда вы бросите курить. И посмотрим, скажем, когда наконец-то приглашим. Но я должен сказать, что Григорий Иванович Спичак не одинок в своих опасениях. Главный нарколог России... У меня опасений нет. Господин Брюн, он сообщил о том, что он против, хотя он главный нарколог России, он против того, чтобы отменили курилки. Вот, специально отведенные места, потому что, говорит, в этом случае люди будут ходить на улицу и будут простужаться. Вот, да. У них будут различные болезни в связи с этим. Он первое, что сказал. Значит, второй момент, второй момент. В этих ограничениях есть художественные фильмы, в которых курят. И теперь, если в художественном фильме кто-то курит, то перед этим фильмом должен пройти ролик о вреде курения. Вот тут я не очень понимаю, я вот честно признаю. Двенадцать мгновениями весны перед каждой серией. Да, вот перед тем, как Штирлиц встречается женой и курит, появляется ролик... А он же там все время курит. На самом деле, ведь Штирлиц в фильме, если разобраться, очень мало говорит. За него все время говорит Капелян. Да, он озвучивает его мысли. Самое эстетичное лицо. В это время Штирлиц все время курит. Или раскладывает спички. Что опять-таки является предметом... Предметом, необходимым для курения. Правильно. Перед тем, как раскладывает спички Штирлиц, появляется ролик. Товарищ, Сейчас этот человек... Берегите природу. Да, берегите природу. Тем не менее, может, до абсурда, чтобы не доходила ситуация, потому что есть много... Так она уже дошла, она уже дошла до анекдотов. Я увидел фильм «Ирония судьбы ли с легким паром» на Новый год этот, ну, наверное, очередной раз, раз пять. Там герои-то тоже ведь смолят. Надя-то там Шевелева, она же когда в окно-то там смотрит... Занервничала-то, учительница-то закурила. Да. Между прочим, если уж говорить дальше о курении, вот сейчас отвернулся с Германии, с Чехии, там признают, что не работают у них эти законы. Что наши ссылаются на Европу, я не знаю зачем. Там все это не сработало. Ну вот в Италии сработало, знаете что? В Италии сейчас перестали курить в магазинах. Раньше прямо заходили ведь сигареты, и вообще итальянцы везде. И болгары тоже. Сейчас успокоились, и сейчас... А что сработает, Гриш? Что сработает? Сработают общественные договоры. Вот когда мне соседка вот упрекнула в том, что я курю, например, на третьем этаже, а дым идет до восьмого, мне перед соседями стыдно. Я буду думать сейчас, что не знаю... И что ты теперь будешь делать? Либо буду одеваться, чтобы выходить на балкон. Но в любом случае в подъезде так часто я курить точно не буду. Вот если этот закон поможет тому, чтобы люди перестали курить в подъездах, я буду депутатом благодарным, прям кокошником об асфальте. Нет, конечно, здесь нужно признать, что какая-то часть людей даже бросит курить. И это, конечно, хорошо. Но, понимаете, те, которые курят, и которым нужно никак не бросить, там, по 20, по 25, или бросить даже вреднее... Я курила 28, бросила, поэтому не надо. Нет, на самом деле организм разный, и, так сказать, кто-то может, кто-то не может. Это вопрос о никотиновой кислоте. Не спорить, что это появилось, посмотрите, все на себе. Да-да-да, пожалуйста, это литературально личное. Поэтому, ну, так сказать, поживем и увидим. Через 5-7 лет вы увидите, что об этом законе постараются забыть. Вот, Григорий Иванович против, а сам говорит совет, на самом деле. Вот если сейчас по нас послушают офисные работники, помните, закон законом. Кто-то, может быть, заранее отдаст 30 тысяч, чтобы 10 раз выкурить сигарету за штраф. А вы к нему будете подходить и говорить, вы извините, пожалуйста, вы не курите, вот от меня пахнет постоянно и так далее. Если женщины будут подходить к курящим коллегам и говорить, не курите, пожалуйста, я опять не могу, я, например, опять беременна, я не могу, потому что вот у меня мешают. И это поможет решить эту проблему. Мы регулярно в нашей программах к каким-то темам возвращаемся. Мы когда-то обсуждали вопрос о том, что будет объединенный вуз. Будет некое название. Ребенок даже какое-то название предложил. Но сейчас, я так понимаю... Да ты помнишь, какое ты предлагал название для вуза? Коми государственный университет. Видишь, не прокатило. Не прокатило пока университет. Коми государственный университет развития Севера. Это так, во всяком случае, решил ученый Совет СГУ. Так. В том числе мотивируя тем, что аббревиатура, которая складывается, она такая достаточно убедительная. ГУРС. ГУРС. Плюс название отражает ориентированность на потребности экономики Севера и сможет привлечь абитуриентов из-за пределов республики, которых мог бы отпугнуть... Это вообще... Могло бы отпугнуть слово... Что да, региональность некая. Да, некоторая региональность. Как выпускник Световкарского университета, я хотел бы сказать, если бы меня спросили бы, я был бы за то, чтобы наш университет, объединенный, был бы назван, например, так, Коми государственный университет имени Витязевой. Потому что этот человек сделал очень много для образования в республике в целом, не только для Севера, но и в целом, и этот человек достоин того, чтобы... И для экономики СССР тоже. Она была одна из тех, кто устанавливал поворот Северных Рейдов. Да, да, да. Во всяком случае, развитие Севера, экономики Севера, это было бы неправильно. И если бы потом было бы второе его название, ну мы называем Плехановский там, университет, мы называем Плехановка, да, там. А может быть, тогда коротко название было бы, например, Витязевский центр или Витязевский университет. Это имело бы личное какое-то звание. Хорошо, красиво. На мой взгляд, это вот мое мнение. Гриша, как ты думаешь? Хорошо, красиво, точно. Согласны. Смело, свежо, неожиданно. Проголосуем. Уважаемые члены коллегии в Министерстве образования Российской Федерации, вам решать по этому поводу. Обратите внимание, три выпускника Светлевкарского университета за то, чтобы все-таки учли мнение и выпускников университета. Комбик государственного университета имени Витязевой, это было бы для нас здорово. Голосование за? Все, зафиксировано. У нас, когда тема возникает про ГУФСИН, зоны и так далее, мы всегда, у нас есть человек, который имеет к этому непосредственное отношение. Все-таки Гриша у нас, и где Шпаговского района. И у нас есть тема, связанная с тем, что... О, она ко всему имеет непосредственное отношение. Он непосредственно, да, да, да. Судьба. 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 У Новый год справляют по-разному, я так понимаю. Да, и вот в ГУФСИНе придумали интересную штуку на Новый год. Поведайте нам, пожалуйста, Григорь Иванович. ГУФСИН, вот, так сказать, нынче проводит всякие конкурсы. Фигурки, медведи, снегурки, снежные всякие. Да, вот. Ну, мне тоже, так сказать, самое странное. Лучше бы они проводили конкурсы, кто быстрее выйдет. Вы знаете, прежде чем перейти к конкурсу, кто быстрее выйдет, я хотел бы, чтобы наш речеток показал фигуры из снега, которые лепят заключенные колонии Республики Коми. Это вот они участники этого конкурса. У кого фигурка поинтереснее. Вот, посмотрите по взгляду медведя. Вот это. Аббат, сейчас последнее будет. Посмотрите, какую кепочку придумали. Последнюю медведю. Там, вот, посмотрите, чудо. Совершенно верно. Такое, это бисмарк. Бисмарк, это даже бисмарк, да. А вот здорово, что люди этим занимаются. Нет, ну что-то надо делать. Но все-таки выражение лица у этих животных говорит о том, что все-таки они сладко. Нет, вы знаете, даже когда заключенные, например, пишут иконы, то вот это вот... Лик другой. Ты прямо снял меня с языка. Да. Другой лик чувствуется. Ну, конечно, передается вот состояние все-таки скорби, передается состояние жесткости человеческих отношений. Все равно это вот в произведении отражается. Хорошо. Но вот хотя говорят, старцы говорили, что именно в тюрьме ты ближе всего к Богу. По спасению, по движению, возможно. А что такое икона? Икона – это уже механизм миссионерский. Вот может ли человек в тюрьме быть одновременно миссионером? Не знаю, наверное, может, да. Наверное, может, но для этого все-таки какие-то нужны определенные состояния. Люди, которые организуют этот конкурс, пытаются вытащить из этих людей наружу человеческие. Напоминать им о человеческом, да? То корабли строят, там ананасы выращивают. Розы. Розы выращивают. Все, что хочешь. Вы знаете, ограничение свободы, оно само-то, ну да. А никто не запрещал заниматься творчеством. Давайте помнить про то, что часть своего архипелага ГУЛАКС Ложенинцын написал в зоне, что Лев Николаевич Гумилев, кстати, кличка «Чума» была у него в зоне, да? Вот он часть своей пассионарной теории собрал тоже в зоне. Да и вообще в лагерях много кто чего творил, писал. Довольно часто ГУФСИН по Республике Коми предоставляет нам такие вот материалы для телеканала, для информационных агентств по этому поводу. Сначала было двояко у меня отношение к этому делу, честно признаюсь вам, да? Что вот, ну а где же вот там воспитание, где же, значит, исправление и все прочее. Только это и есть воспитание. А, наверное, вот эти вот вопросы. Конечно, это и есть воспитание. Это и есть тот самый случай, когда было. А меня всегда смущает в этой ситуации, что у нас, конечно, такое сейчас очень повышенное внимание ГУФСИН. Вот, понимаете, да, вот мы умиляемся, показываем картинки. Да не умиляемся, мы общаемся. Нет, посмотрите, я говорю, сколько выходит сейчас фильмов, сериалов, вот сейчас анонсируется очередной, где действия происходят в тюрьме. И я все время думаю, вот дети сидят, смотрят, попадают на эти сериалы и думают, что это нормально. Посидеть в тюрьме, это нормально. Нет, ну это, во-первых, а во-вторых, ну явный перебор МВД с пиаром своих систем. ГУФСИНовских, эти, так сказать, сериалы про милицию и про ментов. У нас произошло очень важное событие в Ухте. Там приобретено оборудование, это роботы, для доения коров. На самом деле вещь удивительная. Там можно всех сотрудников теперь, значит, во-первых, и не набрать теперь этих сотрудников, и теперь в связи с нехваткой народа, умеющего, значит, укаживать за домашним скотом, за коровами, значит, теперь появились специальные технологии. Я попросил бы, чтобы показали нам буквально фотографию, посмотрим. Вот, а итак, суть в чем, коровы заходят в стойло, в специальное, аппарат их обнимает и начинает доить. Человек полностью исключен из этого процесса. Мне что-то коров жалко. А вы знаете, о чем подумал? Человек несколько тысячелетий приучал животных, а теперь отучает. Мне очень жалко коров, потому что вот это личное отношение доярки и коровы, возможно, я, конечно, романтизирую. Вы считаете, это передается даже во вкус молока? Конечно, конечно. Ну уж как. Потому что все равно вот эти личные отношения, когда доярки знают всех коровушек по именам, они знают их характер, повадки. Консервативная точка зрения понятна. Ну здесь, так сказать, в самом деле происходит смена каких-то производственных отношений в дегуманизацию. Вроде бы дело о корове идет речь, да? А на самом деле мы теряем объект, образ чего-то такого, даже не патриархального, а в самом деле романтического может быть. Вот это то же самое говорит, что на лучине готовить чай, оно вкуснее, дымком пахнет. Ну давайте тогда откажемся от чайников. Нет, нет, знаете что, вы смотрите, до недавнего времени, например, когда оленей пригоняли и шел забой оленей, это был очень сложный, психоэмоционально сложный праздник, когда с одной стороны забой идет, да, жалко, а с другой стороны, ну, как бы, труды, да? А сейчас этот бой не идет, вот даже бой не идет безлика. Зашли, током шарахнуло, шкуру сняли, кровь спустили, понимаете, и все-таки что-то человек теряется. Я знаю, что во всем мире, особенно в Голландии, в других странах с развитосельскохозяйственным используются подобные технологии, а коровы привычаются к определенному режиму, да, у них тут вместо колокольцев специальные чипы, и компьютер отслеживает, сколько раз он пожевал, сколько раз пожевал. Ну, это понятно. Хотелось бы, чтобы там, значит, струйки бились об ведро. Стоп, 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 стоп. Там об этом вот говорят, но не говорят о другом. О том, что фермеры ходят, дают имена, беседуют, включают музыку для коров. Почему про это-то не говорят? Понятно. Добавят скоро. Здесь чипы, здесь нарушники у коров. Другое дело. Да, и все это в ушах будет, в таком языке, и тогда будет все это здорово. Еще одна информация о том, что комитет Госдумы предложил теперь штрафовать юридические лица, то есть телеканалы, радиостанции, где используется нецензурная браль. Сейчас, если ты в общественном месте поругался, тебе дают штраф гражданину. А вот если появилась такая ругань и мат на телеканалах, в фильмах, в передачах, то сейчас никак не наказывали до сих пор. Сейчас предлагается наказывать. Даже цифры уже есть. Значит, в СМИ для граждан, если гражданин пришел на передачу и сказал слово, до трех тысяч. Для должностных лиц, если ты в этом начальник еще пришел, до двадцати тысяч. А для юридических, если там на телеканале все это произошло, например, то до двухсот тысяч рублей. Ой, можно подумать, как все матерились на каналах. Вот мы как-то по полчаса держимся, я не знаю. Нет, я полагаю, что это где-то кто-то использует для усиления в рекламе. Это будет запрещено. В период политической борьбы предвыборной, как экспрессию, кто-то использует, чтобы его запомнили. Много ли ты этого слышал? Но это есть, это надо признать. Другое дело, что, как это громко прозвучало, вот теперь, так сказать, из серии «Фильтруй базар». Да-да-да, теперь надо будет внимательно смотреть за вещами, потому что фильмы появились, фильмов немало. А особенно переводные фильмы, те, что фильмы, которые приводят из-за бугра. А в книгах мат, вот мне как этот самый человек кое-что использует. А у тебя есть в книгах-то. Да, все, капец. Все, все. Хорошо, что ты издал свои книги. Капец, надо запикать. Что? Капец, надо запикать. Капец, слово, капец, это вообще, это неологизм. Да, конечно. Да. Вот. Да, это два брата. Капец и пипец. Значит, телезрители знают, что в случае, если используется у нас, не дай бог, не зеленое слово кем-то, мы, естественно, запикиваем пик, такой звук появляется. Вот. Такая музыка такая есть. А мы вот представили себе на секунду, например, вот вы сейчас увидите, дорогие друзья, отрывок из программы «Случай из практики», который ведет наш замечательный коллега Катя Бош. Вот посмотрите, как она говорит обычно это дело. Вот посмотрите, обычно ее фразы из передачи. На сегодняшний день количество российских семей, получивших сертификат на материнский капитал, превысило 4 миллиона. В республике Коми выдано более 27 тысяч сертификатов, из них порядка 10 тысяч семей распределились средствами маткапитала. Вот, дорогие друзья, а теперь представьте, что эта же фраза была запикана. Посмотрите, пожалуйста, еще раз. На сегодняшний день семей, получивших сертификат на материнский капитал, превысило 4 миллиона. В республике Коми 27 тысяч сертификатов, из них порядка 10 тысяч распределились средствами. Да, ну вот это вот, действительно, вот эта ситуация смешная, на мой взгляд, но тем не менее. А при этом она говорила совершенно нормальную фразу. Но для усиления возможно. Как филолог вам говорит, теперь эти пики будут признаны какими-нибудь лексическими, какими-нибудь... У пиков появится... Новоделом, новоделом. Может быть. Новоязом. Новоязом. У нас есть, о чем, дорогие друзья, попикать сейчас уже в темноте, а у вас есть, дорогие друзья, время для того, чтобы еще сейчас собраться, быстренько сходить, окропить себя святой водичкой из Крещенской купели. Свет, пожалуйста. Гриша, ну так что? Какие пики у тебя там появились в книге? Да у него там... Нет, давай ее читать на радио. Да, это все уже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова